Добрый вечер, ребята! Какая странная загадка. Что же это может быть? Подумай. А я догадалась. Это мобильный телефон. А почему мобильный телефон? Ну, смотри, какой-нибудь миллионер берет трубку, набирает номер и говорит, построите мне башню, дом, самолет и огромный пароход. Ему строят. Не все вопросы можно решить одним телефонным звонком. Ты знаешь, что это такое? Это Ка... Ка... Корова. При чем тут корова? Ну, не знаю. Ничего себе, при помощи коровы построить. Слушай внимательно, это Ка-ра-баль. Корабль. Какой корабль? Это карандаш. А, точно! Карандашом же можно все нарисовать. Конечно, и башню, и дом, и самолет, и огромный пароход, и вообще все, что вы, ребята, захотите, можно рисовать обыкновенными цветными карандашами. А я тоже знаю загадку про карандаш. Так, интересно. Для меня резинка, братцы, лютый враг. Не могу я столковаться с ней никак. Так, сделал я кота и кошку, красота, а она прошлась немножко, нет кота, с ней хорошую картинку не создашь. Так во все рыгал. Резинку... Карандаш. Молодец, дедушка, ну теперь исты, загадывай. Давай, действительно, очень хорошая загадка, я не знал ее. Слушай, а у меня загадка будет в прозе. Моря есть, а плавать нельзя. Угу. Дороги есть, а ездить нельзя. Тоже знаю. Поля есть, а пахать нельзя. Что это такое? Знаю. Ну? Смотри, моря есть, плавать нельзя. Так. А там акулы водятся, плавать нельзя. Хм. Ну, так, а дороги? Дороги. Ну, сейчас в нашей области вообще проехать нельзя на машине. Да. Ну, хорошо, а поля есть, а пахать нельзя, почему? А это почему? А потому что там уже что-то растет, поэтому пахать нельзя. Да нет, Аленочка, дед. Это ответ неправильный. Ну, подумай, что это может быть. Моря есть, плавать нельзя. Дороги есть, ехать нельзя. Поля есть, пахать нельзя. Ну? Так, сегодня в школе где-то я это уже слышала. А, это географическая карта. Точно. Молодец. Конечно, по географической карте можно узнать, где какие реки, где какие моря, где какие дороги, где какие города. Да? Вот. Да. Ну, ладно, теперь моя загадка. Давай. Белый камешек растаял, на доске следы оставил. Я знаю, что это такое. Ну? У меня был случай недавно такой. Один мальчик, мой знакомый, зовут его Сережа, он как-то принес в школу снежок. Он его так крепко слепил, он стал похож на белый камешек. Потом он его бросил в своего приятеля, тот нагнулся, а снежок попал в школьную доску. Тут учитель вошел. Вошел учитель, класс встал, поприветствовал, потом сел. Учитель к доске повернулся, смотрит, а снежок, который прилип к доске, начал таять, и медленно потекла струечка воды, оставляя след. Так что это снежок. Нет, дедушка, это неправильный ответ. Конечно, неправильный ответ. Конечно, ребята, в снежки, в школе ни в коем случае играть нельзя, для этого есть улица. А это школьный мел, точно. Ну ладно, теперь ты загадывай. Так, слушай мою загадку. Меня не растили, из снега слепили, вместо носа ловко вставили морковку, глаза угольки, руки сучки. Холодная, большая. Кто это такая? Это снежная баба. Точно, молодец. Я тоже сейчас тебе загадаю интересную загадку. Давай. На стене висит картина. Так. А в картине рисунки живые. Ой-ой-ой, какая сложная загадка. Я понял твой намек. Это наш волшебный экран, на котором мы всегда смотрим мультфильмы в конце нашей передачи. Ну что ж, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Мы прощаемся с вами. До свидания, ребята. До свидания. Продолжение следует.